Глава 57. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. Ему же и благочестивый восхищается от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Один здоровый скоро погибает между многими больными. Это и есть признак болезни, что сильные, которые могут исправить их жизнь и нравы, исторгаются из их среды. И, чтобы неправда не развратила их, он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих, то есть от беззакония злых. Это немалое, даже весьма большое зло, когда полагает светильник в скрытом месте и уносят свет от среды. Будет с миром погребение его. Что означает это? Жизнь их была в замешательстве. А самая смерть его приятна, потому что Бог освободил его от зла, прежде чем пришло такое зло. То же, что казалось противным ему, стало совершенно благоприятным, потому что он не увидел ни войны, ни битвы. Некоторые же думают, что это сказано об Иосии, которого помиловал Бог, дабы не видеть ему плена народа. Но приблизьтесь сюда, вы, сыновья-чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Для вас не было никакой пользы исторгать вашего обвинителя из среды, потому что я сам буду судить вас. Придите сюда. Законно и правильно он называет вероломных и мятежных семенем прелюбодеев и блудницы. Но почему они подвергаются порицанию, когда таковы были их отцы? А они сами мало делали беззакония отцов, разве? А они не почитали родов праведных. Почему же неприлично было называть их таким образом? Если кто называется сыном прелюбодея, и это название ему приносит пользу, потому что приписывает способность воздерживаться от зла и считать его бесславным, то таковое бесчестие приносит мало и, скорее, даже никакого вреда. Но если ты предаешься позору, то что пользы гневать тебе? Ты гневаешься, когда тебя называют сыном прелюбодея. Почему же ты не гневаешься, когда совершаешь таковое преступление? Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления семя лжи? Мне кажется, здесь пророк порицает злохуление, которыми они упрекали Бога. В том, что пути его были неправыми. Чтобы показать, вследствие чего они были сынами пагуба, пророк и говорит, разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом заколающие детей при ручьях между расселенными скал. Он вновь обвиняет их как бы так, вы не познали даже природы. Разве вы не знали, что заколать сынов противно природе посреди камней? Вы не считали их достойными гробницы, говорит. И вам недостаточно было заколать их перед идолами, но вы заколали их в отдаленных местах. Если не достоин прощения тот, кто почитает идолов, то тем более тот, кто приносит жертву деревьям. Идолы могли прельщать их, как имеющие некоторую форму, но каким образом они прельщались деревьями, не имеющими такой формы? В гладких камнях ручьев доля твоя, они, они жребий твой. Им ты делаешь возлияние и приносишь жертву. Могу ли я быть доволен этим? Я делаю тебя судьею. Радве не должно гневаться мне вследствие оскорбления твоей природы и вследствие повреждения законов твоих, говорит Господь. На высокой выдающейся горе ты ставишь ложа твое, и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои. Не только в горах и пустынях ты совершал беззаконие, ты полагал беззаконные знаки дома. Будешь более сильным, отсюда ясно, что и плен был необходим, и ты сам доставил причину бедствий. Ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложа твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. Ты ходила даже к царю с благовонной мастью. Пророк говорит об умножении зол. Это еще хуже. Без принуждения по своей воле распутся ты совершал прелюбодеяние. И умножала масти твои, далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней. Этими словами пророк обличал многообразие их извращенных желаний. За это же порицает народ иудейский и языки. От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила, надежда потеряна. Все еще находила живость в руке твоей, и потому не чувствовала ослабления. Подобно блуднице, которая обходит вселенной, чтобы искать спящих с нею. Хотя и таким образом она не насыщается. Крепящийся, ты продолжал ярко крепящийся. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверной, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня? Смотри, опять, почему он отрицает прощение? Здесь не было места страху, потому что ты не знал величия моей силы и их слабости. Ясно, что это послужило тебе только бесчестием. Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Здесь пророк называет наказание правдой, потому что Бог наказал их по праведному суду. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое, всех их унесет ветер, развеет дуновение, надеящееся на меня, наследует землю, и будет владеть святою горою моею. Смотри, опять носил его. Он многое обличал у них. Здесь он опять напоминает им некоторые противные явления от мест, где совершались откровения, и старается привести их к вере, говоря, и сказал, «Так, — говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святые имя его, — я живу на высоте небесово святилище и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Этими словами пророк показывает силу и вечность. Хотя эти слова нам кажутся великими, однако пророк говорит с нами по человеческому образу, потому что Бог не содержится в каком-либо определенном месте. Но так как он выше сказал о лесах, то и здесь так говорит. А так как они думали, что Бог пребывает только в храме, то пророк говорит «святые, на высоте живущие, видишь ли, каким образом он предсказал будущее? Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневать, иначе из них может передо мной дух и всякое дыхание, мною сотворенное. Если это может происходить, то ясно, что может произойти нечто иное, более легкое. Если Бог может изменить душевные нравы, то тем более остальное. Бог скоро животворяет тех, у кого отнята надежда на жизнь». Видишь ли, Бог никогда не гневается до смерти. Некоторые, может быть, по поводу этих слов утешаются, понимая их об адских наказаниях. Но говоря здесь «вам», пророк обозначает «некоторых», но не утверждает, что Бог не будет гневаться вовек на всех. Он прибавляет та же и соответствующую причину. «Дух предо мною и всякое дыхание, мною сотворенное. Разве чужие для меня те, которых я подверг наказанию, они творения рук моих? За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его, и сетующих его. Видишь ли, он утешает печального и пораженного скорбью. За какие же грехи он встил? Почему ты говоришь «мало опечалил», когда не подверглись наказанию в течение семидесяти лет? «Не считай семьдесят лет, а думай о том, что было тяжким только начало плена. А после того они пользовались таким удобством, что, когда им объявлено было возвращение, то не хотели возвратиться домой. До того они пользовались благами и всеми удобствами. Сам Иезекииль учит нас, какую легкую жизнь они проводили в плену в Вавилонском. Итак, не думай, что все время плена было временем наказания. Бог незаметно утешает и среди притеснения. И я исполню слово «мир, мир дальнему и ближнему», говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море разволнованное, которое не может успокоиться, и которое в воды выбрасывает ил и грязь. «Нет, мир и нечестивым», говорит Бог мой, подобно тому, как море движимое бурями.